Вот, итак, всем здорово, подкаст от нас, ну, это вообще для себя делаем, ну, неважно, в общем, сейчас хотим обсудить такую тему, оправдано ли пиратство на территории РБ, РФ, СНГ и вообще на территории нашей необъятной, скажем так, родины? Да. На этом можно, в принципе, закончить запись, да, но я бы хотел немножко покопаться в косточках нашей любимой системы. И, собственно, Денис, вот как ты думаешь, по каким трем причинам пиратство оправдано в нашей стране? Ну, самое основное, это наши заработные платы. Цены на игры сейчас просто бешеные, понимаешь, там, антилдаун за 4 тысячи рублей, которые ты, тем более, пройдешь там за 9-10 часов, и не у каждого еще... Я прошел за 6. Не у каждого человека есть возможность покупать игры за 4... Господи, да о чем я говорю? Это Москва и Санкт-Петербург, если поездить по периферии, там у людей зарплаты бывают 10 тысяч рублей. Они, у них, для них тема вообще покупки, даже консоли, там, PlayStation 3, PlayStation 4, это вообще закрытая тема. Они на нас смотрят, как на мажоров. Поэтому с такими ценами на игры, конечно, а что еще остается им делать? Да, хотел бы, к слову, сказать, может, кому-то будет интересно, и зрители. Мы, кто записываем в данный момент, обладаем консолями, обладаем ресурсами для покупки лицензионных игр, но мажорами мы себя, к сожалению, не считаем, потому что мы видим, как живут другие люди, и видим, как живут настоящие мажоры. Да ты просто скажи, что я вон это, живу, что у меня долг, там, банку больше 100 тысяч рублей. Вот, поэтому, как бы, все люди хотят жить, и хотят и поиграть, и еще что-то в этом роде. Поэтому... Я скажу, в последнее время не все люди вообще хотят жить, некоторые просто в смерти ждут, как спасение. Но это другая тема разговора. Поэтому, если посмотреть на то, что у нас постоянно ведутся какие-то санкции, доллар растет, зарплаты не поднимаются, не все, извините меня, получают дохерищи денег, хотя и у некоторых есть и высшее образование, и работают на довольно-таки неплохих работах. Я сейчас не буду углубляться в это, думаю, вы и так без меня все это прекрасно знаете. Но, тем не менее, тем не менее, наше государство, не только наши, и Республики Белоруссии, и России, ставит нас в такую ситуацию, что, как бы, не до игр сейчас. Если вы сами можете посмотреть на рост доллара, то, и, соответственно, цены на жрачку растут. А про игры я уж и вообще молчу. Если года полтора-два назад игра стоила 2000 рублей русских, это было нормально. Ну и то, ох ты, блин, два косаря отдавать за игру как-то было, ну, знаешь, жимно, но все равно люди покупали. А сейчас уже игры стоят по 4, а то и по 5000. Это очень много, поэтому те люди, которые играют на пиратских приставках или же на ПК, ну, не знаю, на ПК играть вообще, по-моему, считается кощунством, но это уже лично сугубо мое мнение. Не будем разводить холивар, не об этом сейчас речь идет. То, если они играют на пиратском контенте, то это вполне оправдано. Потому что человеку хочется, но, к сожалению, люди расставляют приоритеты, скажем так, по своим возможностям. То есть, если у человека есть возможность купить что-то одно, допустим, купить, хорошо закупиться продуктами на месяц, да, но на денег, на игру, к сожалению, не хватит. С вершнего дня я на Доширак все, понимаешь? Вот, а поиграть во что-то хочется. Да многие сейчас скажут, что это нытье нищебродов, но, ребят, а вы на себя посмотрите, как вы живете, откуда вы деньги берете, да? Сейчас Кирилл проснется сразу, я думаю, что ты так скажешь. Вот, и поэтому нет ничего такого ужасного в том, что люди сейчас пиратят игры. То есть, да, это воровство, формально это воровство, но, если посмотреть вглубь системы ценностей человека, то в этом нет ничего ужасного. То есть, если человек не может себе позволить отдать 4 косаря на игру, то, блин, не стоит его винить в этом, я думаю. Лучше... Мы, наверное, на себя воровали первыми, поэтому мы лишь пытаемся выжить как-то. Люди воруют жрачку, люди воруют деньги, люди убивают людей. Вот, по-моему, это гораздо страшнее, чем то, что вы скачали какой-нибудь репак с торрента, и разработчикам не капнула ваша копеечка в карман. Ну, сейчас, допустим, поговорим. Вот компьютерная игра, да, допустим, это искусство. По сути, это же искусство, правильно? То есть, и музыка, и искусство, кино, и искусство. Но, блин, да, я посмотрел там вчера, я не знаю, вчера-позавчера, там, головоломку, там, ту же, там, не знаю, миньонов, да, там, взял в интернете смотреть онлайн бесплатно, как бы. Я не знаю, там, я слушаю музыку ВКонтакте. А, представляешь, если я должен буду за все это платить? То есть, я живу на зарплату, там, 23,5 тысячи рублей, у меня куча долгов, мне ни на что не хватает, и я еще лишаюсь, как бы, ну, вообще возможности хоть как-то душевно отдыхать. Во мне накопится злость, мне нужен будет выход агрессии, я возьму, блядь, не знаю, куплю на всю зарплату себе автомат и просто пойду где-нибудь людей расстреляю, понимаешь? Просто так, хоть кого-нибудь. Вот, не знаю, а потом покончу с собой. И вот, в плане пиратства, то есть, ну, по крайней мере, можно хотя бы как-то компенсировать наши низкие достатки. Да, тот же Ведьмак Трейси, да, мы знали, что он будет мега офигенный, мы хотим, чтобы фирма продолжала делать такие игры, чтобы она не обанкротилась, и мы, да, мы уже говорим, ну, ладно, черт с ним, мы скинемся, мы ее купим. А если я, допустим, игра полная говно, допустим, я об этом не знаю, но... То есть, игра такая, в общем-то, и ни о чем. Неужели, блин, и за нее платить? Если за каждую игру платить, то просто, я не знаю, ты разоришься. Да, в Америке все по-другому, в Америке другие зарплаты, в Америке, как бы, эти цены, они адекватными считаются. На нашей территории это, ну, это слишком дорого. Да, еще хотел бы по поводу годноты контента, немножко заикнуться. Вот ситуации из жизни. Какой год шел? 2014-й, да, вышел, выходил The Evil Within от Великого и Ужасного Синди Миками. Я уже тут... Да, вчера я смотрел, кстати, стрим от... Подожди, подожди, давай не сбивать тему. Договорим сейчас и поболтаем об остальном. Просто хочется выговориться. И, собственно, игра для олдфагов, для фанатов производства, скажем так, контента с Синди Миками казалась, ну, просто отвратительной. То есть, если кто-то и смотрел на это сквозь пальцы и говорил, что, ну, да, нехороший, это с Синди Миками, да, это хорошо. Но на самом деле игра вышла отвратительной. Ребят, ну, это же... Ну, отвратительная игра, это копипаст старых идей в перемешку с идиотским сценарием. Я уже говорил... Да, я могу ответить по-другому. Погоди минутку. Ты сейчас высказывай. Ты говорил и дай мне высказываться, пожалуйста. И, глядя на это, ну, блин, ну, кошмар. Я игру с пиратил на Xbox. 360, FreeBoot, я ее спиратил. Я ее не прошел до конца, у меня нервов не хватило. Честно говоря. Я был... Я думал, что я поиграю в нее некоторое время и куплю лицензию, потому что у меня есть такое правило, ну, как бы не правило, а... Такая вот ситуация даже была. Я, допустим, поиграл в какую-то игру, ну, взял пиратскую игру, скачал, допустим, Shadow of the Damned. Она офигенная. Я поиграл, наверное, уровня 3-4, я ее выключил, потому что я знал, что я куплю лицензию. Или то же самое с переизданием, точнее, перезапуском Tomb Raider. То есть я поиграл в нее на Xbox, я прошел пару уровней. Она мне так понравилась настолько, и позже, по моему, скажем так, везению, ее раздавали в PlayStation Plus бесплатно. То есть... Это вообще шикарно было. На PS4. Вот. А возвращаясь к The Evil Within, то есть игра мало того, что не заслужила, своей, скажем так, покупки, покупки данного контента. Я, слава богу, ее не купил. И потом очень-очень порадовался, что я ее не купил. Но, к сожалению, Денис, он же наш Денис, что это скажи по этому поводу, Денис ее купил за... Сколько ты ее купил? За 3 косаря? Слушай, я не помню. Наверное, где-то так она тогда стоила. Да, но на то время стоила 3 с чем-то. Да, Денис ее купил в день релиза, насколько я помню, да? Да, в день релиза и до сколько? До 13 главы, по-моему, дошел. Вот. Я не помню, до какой-то до главы дошел, но, тем не менее, ты жалеешь об этой покупке, да? В общем, наверное, да. Но я опять-таки, я тебе скажу, что вот, понимаешь, вот ты сейчас смотришь, да, глазами человека, который следил за всеми продуктами, там, этого, с зимиками, да, ты там фанат Resident Evil, а есть люди, которые, они не знают, кто это такой, да им плевать. И для них игра хорошая, потому что, ну, они... Для них это... А что, чем она плохая? Там, в принципе, там страшно, там сложно, вот. Графань очень даже на уровне, как бы, а то, что там с зимиками сделал, там, не знаю, там скрипал из кусков, там вот это все своих старых игр, да они не знают, такое им плевать, для них игра хорошая, и, в принципе, они тоже правы. Ну, может быть, и так. Может, это твоя правда, но... Просто ты искушенный в этом плане? Нет. Да, может быть, и так. Можно сказать, подвести итог сейчас, на данный момент, о чем вообще речь шла подкаст, этого подкаста, речь шла о том, что пиратство у нас оправдано. То есть, оно оправдано по причинам того, что цены слишком высоки, зарплаты у нас не у всех, у 95%, я могу бесспорно сказать, что 95% не будет, скажем так, возможности позволить себе купить игру за 4 косаря в день выхода. Да, есть люди, допустим, такие, как я, что я некоторые игры пирачу, если вижу, что отличный годный контент, и я коплю деньги, я покупаю ее попозже. попозже, да, когда она будет уцененная, или же, когда уже накопится определенная сумма, вот, я ее покупаю, потому что я вижу, что годный контент, и я как бы ценитель данного искусства, и несмотря на то, что у нас положение, скажем так, не самое сладкое, я могу приобрести данный контент. Но попрекать людей в том, что они пиратят игры из-за того, что нет возможности покупать лицензию, это нормально. ой, точнее, это ненормально, заговорился. Но есть такие люди, которые, даже если и обладают средствами, они все равно как бы относятся к играм, как к чему-то, как это сказать, к чему-то не особо важному, у них своя система ценностей, они не видят вообще никаких, скажем так, причин платить за лицензионный контент, ложить денежку в карман разработчику, потому что это игра, это детская игрушка, да зачем мне отплатить, я скачаю на торренте, хотя человек располагает средствами, вот, и все равно пиратит. Вот таких людей, да, можно немножко упрекнуть, потому что, ну, согласись, это, по-моему, глупо, если ты, есть лишние деньги, ты можешь себе позволить пошиковать, но ты все равно говоришь, что вот это говно, это детский лепет, я не собираюсь за это платить. У нас в России очень любят халяву, это менталитет. Да, и по поводу вообще основных, скажем так, аспектов менталитета русского, белорусского народа, то, да, все любят халяву, ну, знаешь, любят халяву оправданно, все равно все у нас оправдано, потому что не мы виноваты, виновата система. Как живешь, так и поступаешь. Есть люди, которые работают, есть люди, которые хотят жить, но, к сожалению, есть люди, которые работают и не хотят жить. Давай без пессимизма, окей? Я в шутку сказал, ну, я понял, вот, и поэтому они хотят жить, но все равно система ставит их в такое положение, что не получается, раком, да? Да, рачком так поставила и давай, вот, поэтому, ну, я думаю, я высказал, что хотел. Я тебе единственное скажу, что еще не каждый пиратский контент как бы, ну, доступный, то есть, если ты, допустим, играешь что-то вроде там World of Warcraft, то тебе придется платить, все равно, потому что на пиратских серваках играть, ну, невозможно будет, практически, никто не играет, пиратских серваках да, задонать, задонать, мне донать, мне, да не, на самом деле мы шутим, не надо, оставься себе, не, не, давайте, 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 вот, все, короче, на сеть,